Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рад приветствовать вас в этот солнечный день. Меня зовут Александр Юркевич, я директор председательства Один из Битвикс в Украине. Для начала два слова. Есть мнение, что социальные сети — это основная причина, по которой сегодня растет количество времени, проводимое в интернете. Это ни для кого не секрет. Социальных сетей много, их становится больше. И несмотря на опасения, что скоро это выйдет из моды, я думаю, что произойдет это далеко не скоро. Стало дешевле общаться с средством сети, поэтому много появилось сообществ, которые объединяются в какие-то социальные сети. И пользователи больше стали времени проводить именно в социальных сетях, что влечет за собой. Они стали меньше смотреть телевизор. То есть даже по исследованиям пользователи социальных сетей смотрят на два часа в неделю меньше телевизора, чем, естественно, и пользователи интернета. Кличным преимуществом социальных сетей является по-прежнему возможность заявлять о своих интересах и слушать мнения других, выстраивать какие-то отношения и, кроме всего прочего, влиять на формирование контента веб-страниц. Компания 1S Bittrex разработала специальный модуль социальной сети, который позволяет строить достаточно несложно социальные сети. Вы сможете формировать свои собственные социальные сети. Причем это могут быть сети совершенно различные от каких-то профессиональных сетей до любителей чего угодно. Что предоставит такая сеть? Это, в первую очередь, прежде всего, конечно, возможность организации социальных коммуникаций и, во вторую, реализация их базовых социальных потребностей. То есть, опять-таки, все то же общение, получение обратной связи. Ну, насчет бизнеса. Это бизнес найдет широкое применение социальным сетям. Это что угодно. Клубы дилеров, клубы партнеров и так далее. Модуль социальной сети предназначен для создания сообществ и включает все необходимые инструменты для создания подобных социальных сетей. Это и профайлы пользователей, и приватные сообщения, и блог-ленты, и подписки на обновления, и информеры. Можно создавать сообщества по интересам, готовые веб-сайты оснащать социальными сетями. Я сегодня хотел бы вкратце вам рассказать о чертовой дюжине свойств социальных сетей. Это один из битрикс. Ну, прежде всего, первое свойство – это профайлы пользователей, поскольку, в общем-то, ну, наверное, всем полезной информацией знать о человеке, с которым общаешься, кто он есть, что из себя представляет, его интересы. Поэтому считается, что самым социальным в социальных сетях это все-таки профайл информации о человеке. Онлайновой лицовизитка, назовем это так. То есть создается, именно в профайле создается какой-то виртуальный образ, которым вы представляете, с кем вы общаетесь. Возможность модуля социальных сетей набирать свойства не только по, которые забиты, как правило, в основных социальных сетях, но еще и дополнительные какие-то свойства. Это отличительная черта социальных сетей от 1С битрикс. Второе свойство – классификаторы. Это система, позволяющая классифицировать различные объекты. То есть все, что угодно, все, что соединяет эту группу, можно классифицировать какие-то, создать коды, какие угодно теги, все, что угодно, и посредством этого искать свои контакты в сети. Ну вот, в принципе, как пример, в одноклассниках – это школы, вузы, место жительства, все, что угодно. Следующее свойство – друзья и друзья друзей. Ну, всем известно, что мы, как правило, смотрим в тех же одноклассниках друзей, узнаем там и дальше, дальше, дальше. В общем-то, какие-то связи у нас появляются, потому что увидим знакомые лица, знакомые фамилии. Поэтому здесь точно так же есть возможность устанавливать друзей, друзей-друзей, добавлять друзей и все, что угодно. Распределение прав доступа. Ну, несмотря на то, что все-таки социальные сети – это достаточно такой публичный продукт, но, тем не менее, неприкосновенность частной жизни должна обеспечиваться на высочайшем уровне. Здесь в Битрексе реализован этот модуль таким образом, что вы можете настроить как угодно права доступа. То есть, они как и простые, эти права доступа, ну, настройки с их права доступа, но в то же время достаточно гибкие, вы можете управлять как вам удобно. Пользователи социальной сети – это свойство, ну, является, наверное, все-таки ключевым элементом социальной сети. Пользователи – это те самые люди с необходимым набором свойств для описания. Вот, вы можете, в общем-то, определяться не только, ну, в социальной сети можете определять не только по каким-то таким основным данным, там, имя, страна, e-mail, все же, а добавлять сюда все, что хотите. То есть, действительно, туда можно добавлять бесконечное количество свойств, по которым вы будете находить друг друга в сети. Ну, в общем-то, это и есть революционный подход от 1S-Bitrix. Возможность набирать свойства для пользователей. Группы. Это свойства сообщества, группы по интересам, это ядро, это наиболее, наверное, все-таки важная часть, на которой строятся социальные сети. Все социальные сети строятся на каких-то интересах. Группы, сообщества, то есть, все это строится на каких-то интересах. И именно группы, ну, в общем-то, вот включены в модуль. И, в общем-то, их настройки тоже достаточно обшинны. Вы настраиваете там, как удобно. Все это достаточно несложно настраивается, и вы можете добавлять какие угодно свойства. Группы, сообщества. Система обмена мгновенными сообщениями. Естественно, ну, никакое общение не может осуществляться без каких-то, какой-то мгновенной связи. И для этого в модуле социальной сети реализован мессенджер. Веб-чат. То есть, в принципе, это, ну, по интерфейсу, как тот же ICQ, например, или обычные какие-то мессенджеры. Поэтому, в общем-то, все сохраняете. И та же история сохраняется. То есть, все те же свойства сохраняются. Ну, просто это уже включено, в принципе, вот в этот модуль. Подписка на изменения. Вы можете мониторить изменения. И если что-то где-то произошло, вы добавили какие-то, какой-то комментарий, кто-то там появился новый, все это можете подписаться на мониторинг. И в автоматическом режиме будет вам приходить сообщение. Что произошло новое. Свойства информер. Удобно, опять-таки, уведомление о новых сообщениях, приглашениях в группе. То есть, вы можете настроить там приглашение, дружить, вступить в группу, уведомление о новых сообщениях, об изменениях на сайте. Все, что угодно, тоже настраивается в модуле. Такие вот свойства. Индикатор присутствия на сайте. Ну, тут понятно, если общаешься, то желательно, конечно, все-таки видеть, есть ли человек на сайте, либо ты общаешься просто с компьютером. Самый с собой. Общая блок-лента для блогов, открытых групп, очень важная часть. Это свойство позволяет, ну, все-таки, активно присутствовать в сети и находить новые какие-то интересы, какие-то новые группы, людей новых. Общий фотобанк. Есть возможность реализовать действительно удобный инструмент, фотобанк. Хранится фотографии, файлы, все, что вам угодно. Видео, все, что нужно вам для этого. Социальные сети в профайле. Ну, а в форумах можно в качестве ссылок на профайлы пользователей простоять ссылки на их страницы в социальной сети. Это действительно удобно. Понимаешь, ну, с кем ты общаешься, зайдя сразу на профайлы, посмотрев, кто есть кто, с кем ты разговариваешь. Ну, простейшую социальную сеть можно охарактеризовать, ну, вот, по свойствам пользователей, интересы, содержимое. Социальную сеть от модуль социальной сети от 1SBITX все-таки мы охарактеризовали 13 параметрами, именно чертовой дюжиной свойств. Поэтому скажу, что достаточно серьезный модуль и достаточно продуманный. Если у вас создан сайт на 1SBITX управление сайтом, то вам не составит труда интегрировать социальные сети. Продолжение следует...